Никола Тесла был гением научных прозрений и изобретательства, одним из величайших умов, известных человечеству. Он был тем человеком, который своими изобретениями на многие десятилетия предвосхитил дальнейшие научные поиски и последующие технические разработки своих современников. Привет, друзья! С вами Елена Тапсида. Его научные изобретения и достижения разительно изменили мир, в котором мы живем, хотя по загадочным причинам имя Николы Теслы в школьных учебниках и учебных программах отсутствует. Он, можно сказать, заново электрифицировал весь мир, изобретя систему электроснабжения переменного тока в нынешнем ее виде, используемую повсюду на планете. Его наследие также включает в себя новаторские разработки в следующих сферах производств. Люминесцентные и неоновые лампы, беспроводная радиосвязь, рентгеновские аппараты, дистанционное управление оборудованием, генераторы газотурбинным двигателем, спидометры, электроприводы к торпедам. Также ученый обосновал перспективу электрификации железных дорог на переменном токе высокого напряжения и частоты. Он опередил свое время, заложив основы техники высоких и сверхвысоких частот, которое позже развивалось бурными темпами. Уже в 1926 году он предвидел и описал современный сотовый телефон. Он сказал, когда беспроводная связь будет применена в совершенстве, вся земля превратится в огромный мозг, которым на самом деле она и является. Все вещи будут ритмичными частицами реального и целого. Мы сможем общаться друг с другом мгновенно, независимо от расстояния. С помощью телевидения и телефонной связи мы будем видеть и слышать друг друга так совершенно, как если бы мы были лицом к лицу, несмотря на промежуточное расстояние в тысячи миль. А инструменты, с помощью которых мы сможем это сделать, поместятся в кармане жилета. К моменту смерти ученого ему принадлежало почти 700 патентов по всему миру. Считается, что Тесла предвидел технологию использования бесплатной неограниченной энергии, получаемой из недр земли. Эта технология могла бы изменить мир, в котором мы живем, и продвинуть нашу цивилизацию к невообразимым высотам. Технология, которая, как и многое другое, была подавлена корпорациями только ради прибыли и контроля уже имеющегося промышленного производства. Наша история старается не замечать, что некоторые из величайших умов, такие люди, как Леонардо да Винчи, Галилея Галилеи, Исаак Ньютон и многие другие, были не только учеными, но и мистиками. Также мистиком был и Тесла. Известно, что он изучал датируемые тысячелетиями древние писания, потому что он считал, что те могут хранить скрытые знания или технологии. Например, древняя ведическая философия сыграла видную роль в его идее получения свободной энергии. Получается, что помимо инопланетных цивилизаций, Тесла верил в прошлые высокоразвитые цивилизации на нашей планете. Мистицизм Теслы был так оценен, что если бы он работал в мире науки сегодня, то его попросту назвали бы лжеученым. Идеи Теслы беспроводной связи энергетики в начале 19 века считали абсолютно безумными. Однако к концу 20 века их уже освоили и считают привычными. Например, принцип беспроводной передачи энергии в Японии и Китае на скоростном транспорте на основе магнитного подвешивания с левитацией. Можно сказать, что идея Теслы заглядывает за горизонт мира, в котором мы живем. Он всегда считал, что мы не единственные обитатели известной нам вселенной и что есть внеземные существа, такие же, как и мы. Даже если господствующая наука по-прежнему не обращает внимания на некоторые свидетельства, трудно отрицать возможность того, что мы не одиноки во вселенной. Тесла считал, что есть много других человекоподобных цивилизаций. Эта идея заставила Теслу обратить свое внимание на небо. Не так много людей знает о том, что Тесла пришел к интересной находке в 1899 году, что позволяет взглянуть на вещи по-новому и продолжить его мысль, что во вселенной мы не одиноки. Итак, работая в 1899 году в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс, он исследовал атмосферное электричество и использовал его проявления в виде световых явлений, анализируя их сигналы. При этом Тесла заявил, что открыл планетарные стоячие волны, а также при этом обнаружил странные радиосигналы своего приемника. После тщательных наблюдений и анализа Тесла пришел к выводу, что эти сигналы были не с Земли и они не были естественными, они должны были исходить от кого-то с космоса. Тесла сообщил об этом потустороннем общении и провозгласил свою веру в инопланетян в феврале 1901 года. Публикация состоялась в журнале Colors Weekly в статье под названием «Разговор с планетами». Научное сообщество лишь посмеялось над его утверждениями, а также использовало это заявление, чтобы дискредитировать его и назвать сумасшедшим. О существовании космических радиосигналов в то время ничего не было известно, так что подобная позиция была ожидаемой, так как Тесла в своих предвидениях и догадках был намного впереди научного сообщества. Было бы уместно сказать, что Тесла чувствовал себя одиноким и неправильно понятым научным сообществом. Он думал, что его представители должны были быть более восприимчивыми к его идеям. Сегодня, однако, вполне реально существуют такие разделы вне галактической радиоастрономии, как нейтринная, гамма-астрономия и некоторые иные. Вот что писал Тесла, цитата. Я никогда не смогу забыть первые ощущения, которые я испытал, когда меня осенило, что я наблюдаю нечто, что, возможно, имело неисчислимые последствия для человечества. Мои первые наблюдения положительно напугали меня, в них присутствовало что-то таинственное, если не сказать сверхъестественное. Тогда ночью, когда я был один в своей лаборатории, идея о том, что эти возмущения являются интеллектуально управляемыми сигналами, мне еще не представилась. В то время не существовало никакой беспроводной установки, кроме моей. Кроме того, условия, в которых я работал, были идеальными. Характер зарегистрированных возмущений исключает возможность их земного происхождения, и я также устранил влияние Солнца, Луны и Венеры. Как я тогда объявил, сигналы состояли в регулярном повторении цифр и исходили с Марса. Планета на тот момент была близко к Земле. Конец цитаты. По словам Теслы, любая форма связи может существовать между инопланетянами и людьми, даже если это было бы общение, включающее только числовые кодировки. Через 69 лет после открытия Теслы, в 1968 году, американское физическое общество подтвердило, что эти сигналы или этот странный неестественный объект, из которого они передавались, действительно исходил из какого-то внеземного источника. Тесла никогда не утверждал, что слышал сигналы, исходящие от спутника, вращающегося вокруг Земли. Но есть те представители, кто все еще верит, что он слушал передачи стаинственного орбитального объекта, по сути спутника, который сейчас называется «Спутник Черный Рыцарь». Перед нами увеличенный фрагмент фотоснимка НАСА, сделанного с борта шаттла «Эндевор» 11 декабря 1998 года. Согласно легенде, объект в кадре – это Черный Рыцарь. Этот спутник – одна из самых старых космических загадок. Еще в начале 1950-х годов, когда он был впервые обнаружен, специалисты США думали, что он принадлежит Советскому Союзу, специалисты которого, в свою очередь, думали, что он принадлежит США. На самом деле ни у кого из вышеперечисленных сторон не было ни технологии, ни возможности для создания подобного космического объекта. 14 мая 1954 года астронавт Клайд Томбо опубликовал статью о Черном Рыцаре в Сан-Франциско «Экзаменер». В сюжете рассказывается об интервью с майором морской пехоты в отставке Дональдом Кейхоу, который заявил, что вокруг Земли вращается один или два искусственных спутника. Он добавил, что правительственные ученые из Уайт-Сенс, Нью-Мексико, прилагали все усилия, чтобы найти и нанести на карту эти спутники, не нашего происхождения, чтобы определить их местоположение. Эта новостная статья была написана за три года до того, как Советский Союз запустил первый спутник Земли, спутник-1, а США через несколько лет последуют его примеру. По данным мониторинговых агентств по всему миру стало известно, что «Черный рыцарь» передает радиосигналы уже более 50 лет. Этот факт заставил многих поверить, что сигналы, которые услышал Тесла в 1899 году, шли со спутника «Черный рыцарь». Этими сигналами заинтересовались многие энтузиасты по всему миру и даже появились их расшифровки. Имелись сообщения о том, что с орбиты приходили как бы эхоотражения, ранее отправленных в космос сигналов. Однако по времени задержки отражения сигналов они никак не могут быть объяснены даже их многократным отражением от верхних слоев ионосферы или даже поверхности Луны. В 1957 году доктор Луис Караллес из Министерства связи Венесуэлы сфотографировал его в время съемки спутника-2, когда он пролетал над Каракасом. Странная вещь, этот объект совсем не был похож на спутники-1 и 2. Он даже не вел себя как любой из наших спутников. Спутник «Черный рыцарь» вращался вокруг Земли с востока на запад. Спутники-1 и 2 вращались с запада на восток, используя направление естественного вращения Земли для более выгодной скорости поддержания орбиты. Интерес к «Черному рыцарю» рос с каждым годом, когда в 1957 году за космическим кораблем «Спутник-1» был замечен неизвестный объект. По имеющимся данным, неопознанный объект находился на полярной орбите. В то время ни США, ни Советский Союз не обладали технологией поддержания космического корабля на полярной орбите. Первый полярно-орбитальный спутник был запущен только в 1960 году. На ледовом континенте Антарктида наблюдается много загадочных событий. Об этом смотрите мой фильм «Неизвестная Земля Австралия». Полярные орбиты часто используются для картрирования Земли и наблюдения за ней. Этот факт ставил «Черного рыцаря» в категории спутников-разведчиков. Астрономы и ученые подсчитали, что вес объекта превышал 10 тонн, поэтому в то время он был самым тяжелым искусственным спутником на орбите нашей планеты. 3 сентября 1960 года, через 7 месяцев после того, как спутник был впервые обнаружен радаром, камера слежения на заводе Grumman Aircraft Corporation в Лонг-Айленде сфотографировал таки «Черного рыцаря». В 1963 году астронавт Гордон Купер на последнем витке с орбиты сообщил, что перед своей капсулой вдалеке видел светящийся зеленый объект. Однако после того, как Купер вернулся на Землю, репортерам не разрешили расспросить Купера о неопознанном объекте. Конечно, официальное объяснение поведения Купера было «высокий уровень углекислого газа, вызвавший галлюцинации». Похоже, что «Черный рыцарь» блуждал по орбите Земли в течение многих тысяч лет без ведома людей. Никто другой не знал о его существовании, пока Тесла не нашел его неожиданным образом. Таинственный спутник движется по орбите Земли, время от времени передает сигналы в радиочастотном диапазоне. До сегодняшнего дня большая часть информации о загадочном объекте засекречена от общества. Пока никто не ответил на вопросы, кто поместил этот спутник на нашу полярную робиту и с какой целью? А что думаете вы по этому поводу? Напишите об этом в комментариях. Как-то раз в 1891 году Никола Тесла проводил время в своей лаборатории со своим хорошим другом Сэмюэлем Клеменсом, известным также как знаменитый писатель Марк Твен. Их связывало давнее знакомство, и Твен, известный своим увлечением наукой и техникой, был постоянным гостем в лаборатории Теслы. К этому моменту своей жизни Твен был, как описал Тесла, в наихудшей форме, страдая от множества мучительных и опасных недугов. Тесла предложил Твену опробовать на себе новое изобретение, над которым он работал. Это был механический осциллятор в виде платформы, посылающая через тело вибрации различных частот. Твен согласился и встал на осциллятор Теслы. В конце эксперимента Твен стремительно направился в туалет со страшным послаблением желудка. Несмотря на казус, Твен продолжал ежедневно пользоваться машиной в течение почти двух месяцев, по истечению которых он, по словам Теслы, вернул себе прежнюю силу и способность наслаждаться жизнью в полной мере. Это было как раз именно то, чего и ожидал Тесла. Именно таких же результатов Тесла и его помощники достигли во время своих экспериментов. Вот как он описывал свои ощущения, цитата, «Я ступил на платформу, и вибрации, сообщаемые ей машиной, передавались моему телу. Испытываемое ощущение было столь же странным, сколь и приятным, и я попросил своих помощников сделать то же самое. Но через несколько минут некоторые из нас, задержавшиеся на платформе подольше, почувствовали невыразимую физиологическую потребность, которую нужно было немедленно удовлетворить, и тогда меня осенила ошеломляющая истина. Когда я начал практиковать со своими ассистентами механическую вибрационную терапию, мы почти ничего не ощущали. Но только после недели применения, в течение которой я усовершенствовал технику, начались изменения в наших организмах. Мои помощники научились использовать лечение с максимальной пользой. Все виды недугов, которые они страдали, исчезли как по волшебству и почти на 4 года. «Пока машина находилась в использовании, мы все были в отличном здравии». Конец цитаты. Тесла описал это открытие и изобретение как свой величайший вклад в благополучие человечества, что является как бы смелым заявлением для изобретателя его уровня. Всю оставшуюся жизнь он использовал свою колебательную машину для лечения людей с самыми разными проблемами здоровья. Но что именно он обнаружил? Вот что сказал сам Тесла. Если вы хотите найти тайны вселенной, мыслите с точки зрения энергии, чистоты и вибрации. Зафиксированы и другие эпизоды применения загадочных вибрационных машин. В начале 1900-х годов в журнале «Современный мир» появилась любопытная статья, в которой подробно описывались предполагаемые приключения некоего Николы Теслы в один из прекрасных дней в Нью-Йорке. Она гласила, цитата, мужчина положил свой маленький прибор-вибратор в карман-пальто и отправился на поиски недостроенного стального здания. В районе Уолл-стрит он нашел подходящее 10 этажей стального каркаса, вокруг которого не было ни кирпичей, ни камня. Он прикрепил вибратор к одной из балок и стал возиться с регулировкой, пока не достиг желаемой настройки. По словам Теслы, наконец конструкция начала скрипеть и шататься, и монтажники в панике спустились на землю, полагая, что произошло землетрясение. Поползли слухи, что здание вот-вот рухнет. Был вызван полицейский патруль. Пока ничего серьезного не случилось, я снял вибратор, положил в карман и ушел. Но если бы я продержал еще минут 10, то мог бы завалить это здание прямо на улице. И с тем же вибратором я мог бы сбросить Бруклинский мост в Ист-Ривер менее чем за час. Новая машина Теслы С виду это был всего лишь паровой генератор. Тесла подал заявку на его изобретение и получил на него патент. Его целью было генерировать электроэнергию, а идея заключалась в том, чтобы использовать паровой генератор для создания различных частот. Если бы частота излучения соответствовала частоте собственных колебаний приемного устройства, образуя резонанс, то тогда механические колебания резонансные апплитуды могли бы преобразовываться обратно в электрический ток. Оказалось, что электричество не единственное, что он мог генерировать. Однажды во время работы над паровым механическим осциллятором Тесла решил настроить генератор на частоту собственных колебаний здания, в котором находилась его лаборатория в Нью-Йорке. То, что произошло, было слишком невероятным для этого маленького парового осциллятора. Его работа потрясла все здание. По словам Теслы, вдруг тяжелая техника задрожала, пол и стены покачнулись, уши ощутили слабый гул. Через несколько минут снаружи на улице было столпотворение. Люди в этом районе, опасаясь за свои жизни, немедленно позвонили в полицию, скорую помощь. Ряд сильных толчков сотряс еще здание. Ужаснувшись масштабы случившегося, Тесла подбежал к маленькому генератору и разбил его молотком на несколько частей. Уничтожив машину, он поручил своим сотрудникам ничего не говорить о происходящем. Полиция, которая расследовала этот инцидент, ничего подозрительного не нашла. Можно себе представить возможности машины, которые можно было бы настроить на любую нужную частоту. Это породило в Тесле идею о геодинамическом осцилляторе, который порождал бы тот же эффект, но в толще земных недр. Он вообразил, что смог бы сделать, если бы правильно настроить вибрационную машину. Он смог бы предотвращать землетрясение путем принудительной разрядки накопившихся тектонических напряжений в толще горных пород. Но при неправильной или злонамеренной настройке он мог бы спровоцировать его. Кто-то бы захотел использовать такое оборудование в недобрых целях. В таком случае можно было бы активизировать действия вулканов, вызвать цунами и другие сейсмические события в указанных местах. Правительство, обладающее такими возможностями, будет доминировать над любым государством на планете. Вроде бы Тесла позаботился о том, чтобы принцип и устройство этой машины никогда не реализовались. Но, судя по последним событиям в Турции, они реально действуют. 11 июля 1934 года в газете New York Times изобретатель написал новую лучевую установку. Он сказал, что ее можно будет использовать против наземной пехоты или против воздушных целей. Пресса назвала эту установку лучом смерти. Тесла объявил мир об удивительном изобретении, которое могло проецировать пучок элементарных частиц вглубь на большое расстояние. Устройство предназначалось для обороны. Он назвал свою систему Teleforce в вольном переводе как «сила издалека». Такая установка могла принести ущерб наступающей армии на расстоянии 400 км. Внешне она была похожа на его башню с тароидальными катушками. Идея Теслы состояла в том, чтобы ускорить частицы ртути до скорости в 43 раза выше скорости звука, но уже в вакуумной камере, за счет их высокой энергии в сторону цели. По его собственным словам, эта установка испускает частицы, которые могут быть относительно большими или иметь микроскопические размеры. Они позволяют донести до объекта небольшой площади, находящегося на большом расстоянии, энергию в триллионы раз больше, чем это возможно с лучами любого вида. Почему же именно ртуть? Известно, что этот жидкий металл имеет низкий затратный уровень энергии для ионизации и получения из него требуемых для ускорения частиц. Известно, что этот жидкий металл имеет низкий затратный уровень энергии для ионизации и получения из него требуемых ускорения частиц. Однако многие считали, что этот загадочный луч был ничем иным, как простой концепцией, идеей, только в голове ученого, представленной на пресс-конференции, ведь действующего образца еще не было, хотя Тесла уверил, что пройдет совсем немного времени и установка сможет показать себя в полную силу. Возникло также суждение. Возможно, что очень похоже, применение лучей произошло на территории Российской империи. 30 июня 1908 года в глухосибирской тайге в бассейне реки Подкаменная Тунгуска произошло удивительное событие. В это место с юго-востока прилетел большой огненный шар «Болид», зона видимости которого составляла около 600 километров. Полет «Болида» закончился в 0,7 часов 15 минут взрывом на высоте оценочно от 7 до 10 километров над незаселенным районом Таги. Ударная волна была зафиксирована обсерваториями по всему миру, в том числе и в западном полушарии. В результате события были повалены деревья на территории площадью 2150 квадратных километров. В течение нескольких ночей после события на территории от Атлантики до Центральной Сибири наблюдалось сильное свечение ночного неба, светящиеся высотные облака. Вокруг места падения лес был повален веером от центра, причем в самом центре падения части деревьев остались стоять на корню, лишенные ветвей и коры. Странность этого события заключалась в том, что кратера от взрыва «Болида» или падения частей метеорного тела так и не нашли. В числе многих было и такое объяснение. Считалось, что Тесла построил свою установку для генерации лучей в Андерклифф на Лонг-Айленде и решил проверить ее действия в 1908 году. По замыслу Теслы, пучок частиц должен был быть спроифицирован и направлен на необитаемые части Арктики, но по невыясненным причинам попал в район под Каменной Тунгуски. Не исключено, что отклонение траектории могло иметь причину проблему несовпадения географического и магнитного полюсов Земли и связанную с этим необходимость точного учета магнитного склонения на местности. В Арктике и приполярных областях это особенно актуально. Узнав о случившемся, Тесла разобрал свою установку, так как он чувствовал, что держать ее и проводить испытания слишком опасно. В музее Теслы в Белграде есть один прелюбопытнейший документ, содержащий рисунки антигравитационного корабля, который для тяги использует какое-то поле. Вот что Тесла писал в своем дневнике. «Я планирую построить летательный аппарат, который мог бы летать и не только в воздушной среде, но и в межпланетном пространстве». Из описания следовало, что принцип работы летательного аппарата предполагался в следующем. По мере продвижения летательного аппарата сжатие окружающего эфира впереди по ходу должно ослабляться или компенсироваться полностью с помощью особого генератора, установленного на борту. Поскольку эфир продолжает давить с прежней силы со всех остальных сторон, летательный аппарат в результате сложения векторов сил должен начать движение. Находясь внутри этого летательного аппарата, вы не должны ощущать его ускорения, так как эфир не должен препятствовать вашему движению. Однако автору пришлось отказаться от планов его создания. На это было две причины. Не было денег, чтобы работать тайно, а главное, в Европе началась мировая война, а Тесла не хотел, чтобы его изобретения использовались в целях разрушения. Необходимо заметить, что само понятие эфира в научных кругах претерпело кардинальные изменения от принятия его как вещественной основы мироздания до его полного опровержения, а в последнее время возврат к этому понятию, но уже с точки зрения квантовой теории и уровня нынешних знаний и экспериментов. Одна из причин, по которой эти антигравитационные корабли не стали реальностью, заключалась в том, что Тесла планировал обеспечить их энергии с помощью сети своей башен Вандерклифф, которые должны были передавать беспроводную и бесплатную энергию на всю планету, что с точки зрения мира бизнеса недопустимо. Несколько катушек Теслы должны создать чрезвычайно высокий по величине электростатический заряд на внешней стороне аппарата. При быстром чередовании полярности этих катушек будет создано вращающееся электростатическое поле. В результате на приемнике корпуса летательного аппарата возникает ответный эффект вращающегося поля, которое будет способно преодолевать сопротивление атмосферного воздуха и гравитационного воздействия Земли и позволит аппарату перемещаться во всех средах пространства. Генератор беспроводной энергии – это самое известное и популярное изобретение Теслы. Сегодняшний мир, возможно, был бы совсем другим, если бы энергию удалось передавать по беспроводной сети. Самая огорчительная часть этого изобретения заключается в том, что башня была фактически построена при финансировании Дж.П.Моргана и другими компаниями в 1901 году. Тесла построил башню в Вандерклиффе, но у него были более масштабные планы, согласно которым люди во всем мире должны были бы получить бесплатные источники энергии. По его замыслу электроэнергия сможет присутствовать везде энергии в неограниченных количествах и может быть использованы без необходимости в добыче и сжигании угля, нефти или газа. Тесла мыслил, что он сможет создать и усовершенствовать способ беспроводной передачи электричества, достаточного для питания всех потребителей Нью-Йорка. Ему нужно было бы создать сеть башен типа Вандерклифф, которые могли бы использовать энергию, генерируемую Землей и доставлять бесплатную энергию по всей планете. Конечно же, Джи Пи Морган никогда бы не стал финансировать нечто, что дало бы бесплатную энергию миру, потому что это разрушило бы его монополию на ископаемые виды топлива и доход. По этой причине Тесла сказал ему, что его башня была всего лишь радиопередающей вышкой. Позже, когда Джи Пи Морган узнал истинные намерения Теслы, немедленно прекратил финансирование и проект был закрыт. В результате башню демонтировали и продали как металлолом, чтобы расплатиться с долгами. Газеты назвали это безумием Теслы на миллион долларов. Униженная и поверженная мечта Теслы о создании нового и лучшего мира была уничтожена. В 1898 году Тесла провел публичную демонстрацию опыта в Мэдисон-Сквир-Гарден. Он показал прототип дистанционно управляемого военного корабля. Он также обсуждал с военными возможность дистанционного управления подводными лодками и даже ракетами. Идея заключалась в том, чтобы при дистанционном управлении кораблями во время морских боевых действий не будут потеряны человеческие жизни. Придуманная Теслой концепция дистанционно управляемых военно-морских сил казалась слишком надуманной даже для высшего военного руководства того времени. И насколько известно, с Теслой не было заключено ни одного военного контракта. Они просто не верили в продемонстрированные Теслой возможности. Никола Тесла оставил после себя впечатляющее наследие как изобретатель и технический пророк. Его идеи намного опередили свое время. Тесла был настоящим правительством. Он представлял себе новый и лучший мир для человечества. По его собственным словам, этот новый мир должен был быть миром не угнетенных и униженных, а свободных людей в равенстве, в достоинстве и уважении. Друзья, прямо сейчас смотрите не вошедший фильм-материал «Тесла и филадельфийский эксперимент» на моем телеграм-канале «Факты на обочине». Надеюсь, вам фильм понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы YouTube, YouTube, Telegram. Ссылки на все материалы будут в описании под видео. С вами была Елена Тапсида. Всего вам доброго, до следующего фильма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok